В 1985 году у берегов Антарктиды дизельный ледокол Михаил Сомов был зажат тяжелыми льдами и оказался в вынужденном дрейфе. Эта история вдохновила современных кинематографистов на создание фильма «Катастрофы». Айсберг прямо по курсу! В фильме «Огромный айсберг» угрожает раздавить ледокол Михаил Громов и, уходя от столкновения, корабль попадает в ледяной плен. 133 дня борьбы за выживание и поиск правильного решения – так в двух словах можно описать происходящее в новой картине. Ну что, погнали? Я сказал, ты дома, телеграфа! На руль проводоваться. Допустим, вы попали в Антарктиду, вас замкнуло льдами, и не факт, что вы оттуда выберетесь, и как вы будете себя вести в этой ситуации. Каждый приблизительно перенесся и проверил, как бы я поступил. Мне кажется, с этой точки зрения это может быть интересно. Если говорить про реальные события, то капитана сняли за какие-то провинности, ну и увезли, и приехал новый капитан. Мы решили, что интереснее будет, что его не увезли, и тогда что произойдет, если и старый капитан, если и новый капитан. Всегда нас формируют обстоятельства, поэтому я надеюсь, что все-таки и обстоятельства, они, да, там выявляют характер. Поэтому наша история про характеры, и там один злой, другой плохой, но это не важно. Не важно, какой ты есть, важно, как ты поступишь. Я, барышня, чуть раньше родился, я помню Советский Союз. Это совсем другая история. Есть и наша история про то, что люди находятся в зоне ограничений, режима. Людям запретили выжить, и людям приказали сохранить железку. Ты можешь выжить, но тебе запрещают. Я думаю, нам надо вместе решать, как отсюда выбраться. Я решу. Я считала, что юности вы служили на флоте. Как это вам помогло при съемках на фильме? Ну, конечно, помогло, потому что знания этой жизни, ее уклада, людей, которые этим занимаются, конечно, как-то повлияли на меня, чтобы не подвести их работу и службу. Мне кажется, что всем надо посмотреть, парням молодым, потому что, мне кажется, привлекательности по таких профессиях, как военные моряки, космонавты, военные, все эти, на чьих плечах держится это государство. Я считаю, что привлекательность вот такой жизни должна быть точно заявлена, как в этой картине. Я сажаю алюминиевые огурцы, а-а-а-а... Вперед, смотри! Я знаю, что вы общались с настоящим капитаном корабля, Михаилом Сомов. Какое впечатление он на вас произвел? Он потрясающий человек. Валентин Филиппович Родченко, капитан Михаила Сомова. Это герой Советского Союза. Когда вы посмотрели готовый результат фильма, вам что-то хотелось исправить? Да, очень много. Но это не потому, что что-то плохо, а потому что слушаешь и смотришь, и думаешь, может быть здесь, можно было еще добавить. Но в какой-то момент надо остановиться, сказать, все, я отпускаю этот фильм, и пусть он как есть, так и есть. Конечно, в фильме многое придумано, но это только для того, чтобы было интереснее смотреть. Да и к тому же это художественный фильм, а не документальный. Первыми увидели ледокол Олеся Андронова и Ирина Жукова. Субтитры создавал DimaTorzok